Всем привет ребятки! В этом ролике мы обсудим новый кейс, который появится в ближайшем обновлении, в котором будут очень ценные призы и будет интересная система получения данного кейса. Смотрите ролик от начала до конца, чтобы ничего не пропустить. Поставьте лайк, ну и конечно же можете подписаться на канал. Не забывайте пожалуйста о том, что у меня есть мой промокод. Промокод Палканов можно вводить на любом сервачке до пятого уровня. За него получите очень хорошие плюшки, бонусы в начале игры. Вся информация есть в описании под видео. Но я вам ребятки желаю приятного просмотра, усаждайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Итак ребятки, давайте начнем с новой системы мероприятий, потому что именно там будут падать новые кейсы. И давайте рассмотрим скриншоты, которые нам предоставили и что по этому поводу вообще написал Федя Чу. То есть если мы посмотрим, будет получается 4 режима именно системных мероприятий. Это командный бой, гонки, паркур и режим зомби. Также можно будет много чего настраивать, то есть будет очень много всяких настроек. Чекпоинты, телепорты, спауны, длительность, виртуальный мир, интерьер, время суток, погода, коллизия. То есть можно в принципе настраивать все. То есть система мероприятий выйдет на новый уровень. Она будет намного удобнее, интереснее, лучше. И еще помимо этого будете лутать кейсы. Федя сказал то, что ранее для создания какого-либо мероприятия разработчикам нужно было бы тратить время на его создание. В том числе всякую рутину. Создание объектов, координаты, правила игры, телепорты и куча всего остального. Теперь же есть система, позволяющая нам, современным обывателям, самим создавать системные мероприятия на сервере и запускать для игроков. В то время как разработчики будут заниматься созданием более важными для проекта систем. Старые строкболы, гонки на лодках и вертолетах уходят на пенсию. Пришло время для качественных игр с крутыми картами, которыми мы будем вас радовать. Напомню, что на мероприятии будет задействована система топов, которая будет работать как на дрифте. Вы сможете лутать новые кейсы и списочки. То есть, как вы поняли, в будущем обновлении, которое будет буквально уже через несколько дней, скорее всего 9 мая, это не точно, но, скорее всего, обнова выйдет именно 9 мая, как это обычно и происходит. Возможно, будет какая-то задержка. Но теперь вы знаете то, что будет новая система мероприятий и будет система топов, как в дрифте. То есть, в дрифте вы там смотрите, там топ 10 получается, и кто находится в топ 3, тот получает кейсы. Здесь будет похожая система, и вы тоже сможете раз в неделю получить кейс, возможно, и не один. Я не знаю, каким образом она будет считать. Возможно, будет считать, у кого там больше побед, у кого больше участий, либо еще какие-то критерии. То есть, именно критерии непонятные, какие будут для того, чтобы получить этот кейс. Но я думаю, выйдет уже обновление, и там будет все более понятно показано и рассказано. Ну и вот, ребятки, и самое интересное, это тот самый кейс, который будет даваться на мероприятиях. То есть, здесь очень ценные призы на самом-то деле. То есть, здесь мы видим, получается, скин парикмахера, который стоит там сотни миллионов. По-моему, или 100 миллионов он стоит, или 200. То есть, скин довольно-таки редкий и очень дорогой. Также будет тюнинг, а именно пневмоподвеска, nitro, топливный бак. То есть, пневма там стоит около 100 миллионов, nitro стоит тоже около 100 миллионов. Топливный бак сейчас стоит, наверное, миллионов 70. Скинбайкера стоит 50 миллионов Есть также аксессуары Это черная маска, красный берет Всякие чертежи, спецочки, золотые рулетки Випка, кредиты и наличные То есть кейс достаточно нарядный Но их не будет так много падать Как, допустим, падает кейсов гонщика То есть кейсов гонщика там падает неделю очень много Там около 40, по-моему, кейсов Или 45 А вот этот кейс, их будет падать до 15 штук в неделю То есть, да, будет кейс такой довольно-таки редкий Но призы здесь очень ценные То есть, как сказал Федя, кейс за МПшки готов падать неделю Их будет гораздо меньше, чем кейсов гонщика Вероятность выбить скин низкая Вполне вероятно, что что-то будет подвигаться изменением Скины, акции, тюнг и так далее То есть, возможно, что-то будет добавлять Что-то убирать со временем Призы будут меняться, чтобы и интерес у вас был больше, скорее всего, к этому кейсу Чтобы у вас был стимул его получить Либо продать, либо, получается, открыть самому Сколько такие кейсы будут стоить, страшно представить Потому что, ну, реально, там призы такие хорошие Солидные, на самом деле Также Федя подметил то, что несколько людей подумали Что эти кейсы будут падать с рейдов и прочих криминальных мероприятий Нет, господа Падать будут за топы в новых системных МП В компьютерном клубе Раз в неделю До 15 штук на сервере Ну, в принципе, это и вся информация, которая доступна в данный момент То есть, на самом деле, мало информации Есть про обновления, то есть, есть там пару моментов, которые я, в принципе, могу вам показать в следующем ролике Собрать, так сказать, все спойлеры и записать для вас видео, в котором я все это покажу То есть, помимо ивента, я думаю, должна еще выйти обнова Там добавят новые обвесы, новые системы Возможно, новые работы, новый маппинг Ну, точнее, изменят карту там и так далее Поэтому, я думаю, обнова будет реально сочно Осталось реально буквально в несколько дней Будем надеяться, что все-таки обновление выйдет вовремя А именно 9 мая Но вы можете в комментариях написать свое мнение Что вы думаете по поводу всего этого По поводу этой системы мероприятий По поводу кейса Нравятся ли вам призы в кейсе Возможно, вы что-то бы добавили, либо что-то убрали Можете написать об этом в комментариях Мне будет интересно почитать